Этиметрическая окружность. Давайте раз навсегда научимся с ней работать. И, кстати, в прошлом видео я рассказала, что такое радианная мера угла и что такое вот эти вот значения π на 2, π на 3 и так далее, откуда они взялись. Но сегодня мы с вами научимся находить положение каждого угла. То есть нам не нужно запоминать все эти значения, а нужно просто понять, как она работает. В прошлом видео я рассказала, почему у нас целая окружность задает 2π радиан. Тогда несложно догадаться, что ровно половина окружности, то есть это 180 градусов, это будет π радиан. Тогда половинка от 180 это 90 градусов или это π деленное на 2. Тогда как же нам догадаться, в каком месте находится значение π на 6, π на 3, π на 4? Наверное, вы слышали на уроках математики эти значения. Тут тоже все супер просто. Смотрите, 30 градусов это у нас 1 треть от 90, а 90 это у нас π на 2. Тогда если мы π на 2 разделим на 3, у нас получится π на 6. Как же понять, на каком месте стоит у нас число π на 6? Здесь тоже все супер просто. Смотрите, мы 90 градусов, вот этот угол, разделим на ровно 3 дуги. То есть 1, 2 и 3. И возьмем 1 шестую, вот эту часть. Тогда вот эта вот точечка, это первое положение относительно нуля. То есть, напоминая, положительное направление у нас идет против часовой стрелки, то есть в эту сторону. Тогда вот эта вот первая точечка, это будет π на 6. А тогда 60 градусов, я знаю, что это 2 раза по 30 градусов, правильно? Но если у нас 30 градусов, это π на 6, тогда мы должны 2 раза взять по π на 6. 2 раза по π на 6, это будет π на 3. Это и есть наш угол в 60 градусов. Следующий угол, это π на 4. Здесь есть тоже два варианта. Либо я понимаю, что 45 градусов, это у нас 90 пополам. 90 это π на 2. π на 2 делим на 2, у нас получается π на 4. Или я помню, что у меня 45 градусов, это то же самое, что и 180 деленное на 4. Соответственно, 45 градусов, это π деленное на 4. Тогда как же опять найти положение этого угла? Я возьму вот эту вот дугу в 90 градусов, разделю на 2 абсолютно равные дуги. И каждая из этих дуг будет по 45 градусов или по π на 4. Тогда вот эта вот точка, если мы возьмем направление от нуля против часовой стрелки, вот это вот положение мне задаст 45 градусов или угол π на 4. То есть все, с первой четверти мы с вами разобрались. А тогда как же нам попасть во вторую, в третью или в четвертую? Все очень просто. Просто будем откладывать нужные углы. Например, нам нужно попасть в эту четверть на какой-нибудь там угол, предположим, 120 градусов. 120 градусов, я понимаю, что это 2 раза по 60 градусов. Или это 2 раза по π на 3. Я откладываю 1 треть от всей нашей половинки дуги. И тогда вот эта вот точка задаст мне угол 2π на 3. Или, например, угол 3π на 4. Сколько это? Это то же самое, что и 135 градусов. Или это π на 2 плюс π на 4. Я беру вот эту вот четвертинку от всей окружности и еще беру половинку от четвертинки. Соответственно, я прихожу в угол 3π на 4. И абсолютно аналогично с углом 5π на 6. То же, как я могу прийти в этот угол. Либо я прохожу на половинку окружности на π, но у меня должен быть угол 5π на 6. А 5π на 6 или 5 шестых? Это у нас единица минус 1 шестая. То есть я прохожу на половинку окружности и вычитаю, то есть иду уже по часовой стрелке, на угол π на 6. И я прихожу в эту точечку. И абсолютно аналогично будет с абсолютно любыми другими углами. Давайте рассмотрим более сложные примеры. Нужно найти положение угла 5π на 4. В первую очередь я должна представить этот угол в виде какого-то целой части и какой-то дробной части. То есть обычно лучше представлять такие углы в виде целой части и плюс угла какого-то острова. То есть это будет π на 6, π на 3 или π на 4. Например, 5π на 4 – это то же самое, что и π плюс π на 4. Как я до этого догадалась? Но я понимаю, что 5 четвертых – это то же самое, что и 1,14. То есть должна быть какая-то одна целая часть и плюс какая-то дробная часть. π плюс π на 4. Что это за угол? Значит, я должна пройти в положительное направление. Положительное направление – это у меня против часовой стрелки. На угол пи, то есть я прошла от нуля, ноль у меня всегда находится здесь. На угол пи и еще на угол пи на 4. А пи на 4 – это у меня 45 градусов. Значит, я понимаю, 5 пи на 4 – это точечка, которая находится в третьей четверти. То есть смотрите, ребята, не нужно ни в коем случае просто тупо запоминать какие-то положения или вот эту вот ужасную картиночку, которую я вам показала в самом начале. То есть ни в коем случае это делать не нужно. Ваша задача – просто понять, как вот такой вот сложный угол представить в виде какого-то целого оборота, либо, например, какого-то нечетного количества оборотов, в общем, с углом пи. И еще к этому углу мы должны прибавить какой-то острый угол или отнять, например. Абсолютно аналогично рассмотрим вот следующий пример. 7 пи на 4 – это то же самое, что и пи плюс пи на 6. Значит, я должна пройти на половинку окружности от нуля и еще прибавляя угол пи на 6. А пи на 6 – это у нас 30 градусов. То есть я должна разделить вот эту вот третью четверть на три равных кусочка и пройти только на угол в 30 градусов. Идем дальше. Следующий пример – это 9 пи на 4. 9 пи на 4 – это 2 пи плюс пи на 4. То есть здесь уже я прохожу целый полный оборот на 2 пи. То есть я вижу, что вот она показала. Целый оборот и еще плюс пи на 4. А пи на 4 – это у меня угол в 45 градусов. Кстати, напоминаю, если у нас, например, какой-то сложный угол будет представлен в виде 2 пи, 4 пи, 6 пи, в общем, какое-то четное число перед пишкой и, соответственно, само число пи, то тогда мы всегда будем оказываться в самом начале отсчета, то есть в точке, где у нас обычно стоит ноль. Поэтому вот эту вот часть, первый угол, его можно на самом деле просто отбросить. И по факту 9 пи на 4 – угол задаст мне то же самое положение, что и угол пи на 4. Ну и последнее, аналогичное, тоже можете заметить. 3 пи, деленное на 6 – это 2 пи плюс пи на 6. То есть, видите, я опять прошла на целый оборот и еще прошла на угол в 30 градусов. То есть 3 пи, деленное на 6, задает точно такое же положение, как и угол пи на 6. Далее рассмотрим значение минус 8 пи на 3. Здесь, кстати, у нас есть два варианта. Как я могу представить 8 третьих? 8 третьих – это то же самое, что минус 2 минус 2 третьих. Или удобнее представить даже так – минус 9 третьих и плюс 1 третья. Почему здесь два варианта? Потому что, смотрите, если я представлю в первом варианте, я к 2 пи, точнее от минус 2 пи, отнимаю какой-то угол больше, чем 90 градусов. То есть 2 пи на 3 – это у нас угол больше, чем 90 градусов. Иногда это бывает не очень удобно. Но, опять-таки, так тоже можно сделать. Смотрите, я, получается, прохожу в отрицательное направление, то есть по часовой стрелке, на угол минус 2 пи. То есть, видите, поскольку там же стоит число четное, значит, я опять оказалась в самом начале. И еще прохожу на угол минус 2 пи на 3. А минус 2 пи на 3 – это два раза по 60 градусов. То есть я взяла половинку окружности, разделила на три ровные части и взяла два равных кусочка. И вот у меня первое положение вот этой вот точки – минус 8 пи на 3. Или я могу сказать, что минус 8 пи на 3 – это то же самое, что минус 3 пи и плюс пи на 3. Как я могу найти положение? Значит, минус 3 пи, поскольку там число нечетное, значит, это будет точечка слева. Почему это так? Потому что я прошла на 2 пи и еще прошла на половинку от окружности. Поэтому я оказалась слева. Но поскольку я прибавляю пи на 3, значит, я иду, наоборот, уже в направление против часовой стрелки. То есть, видите, на красненькую вот эту вот дугу. И я опять-таки положила, и опять-таки показалась в том же самом положении. То есть, видите, первый и второй варианты, они абсолютно одинаковые. То есть, они дают одинаковый ответ, но просто немножко разное решение. Следующий угол – это 23 пи, деленное на 6. Тоже, как я могу представить? Я могу заметить, что мне буквально единички не хватает до 4 пи. Тогда я, наоборот, представлю 23 пи на 6, как 24 пи, деленное на 6 и минус пи на 6. И как раз-таки 24 пи, деленное на 6 – это то же самое, что и 4 пи. 4 пи, перед пишкой стоит число четное, значит, я оказалась опять вот там с правой стороны, или вы можете прямо показать обороты. То есть, прошла на один оборот, прошла на второй оборот, и еще отняла, значит, я ухожу вниз, в направление отрицательное, на угол пи на 6. Вот у меня эта точка – 23 пи на 6. И последний угол – это минус 11 пи на 3. Опять-таки, я замечаю, что минус 11 пи на 3 – это то же самое, что это минус 12 пи, деленное на 3, и плюс пи на 3. То есть, это минус 4 пи плюс пи на 3. Значит, поскольку перед пишкой стоит число четное, я опять оказалась с правой стороны, но ухожу на положительный угол, то есть, иду против часовой стрелки. То есть, значит, вот этот угол минус 11 пи на 3 дает точно такое же положение, как и угол пи на 3. Видео получилось довольно-таки длинное, поэтому в следующем видео я расскажу, как находить значения синусов, косинусов, тангенсов, а потом и как решать тригонометрические уравнения. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. А пока вы можете подписаться на мой профиль здесь или на телеграм-канал. Там мы рассказываем про то, как подготовиться к экзаменам по физике и по математике. Всем спасибо и пока! Субтитры создавал DimaTorzok